Более миллиарда рублей выделено из бюджета Кубани на бесплатные путевки для детей. За эти средства на отдых и оздоровление в лагеря, санаторий и больня-лечебнице планируется отправить не менее 32 тысяч детей. Среди них есть немало и юных славянцев. В августе кубанская жара не думает сдавать свои позиции. И как хорошо провести эти жаркие деньки на берегу теплого моря. Получить путевку в лагерь «Жемчужина России» – большая удача. В нем есть все необходимое для полноценного отдыха и оздоровления. Комфортные номера, спортплощадки, отличное и разнообразное питание, интересная программа мероприятий. Родители с большой радостью отправляют туда своих детей. Они уверены, что детвора наберется сил к началу нового учебного года. Мой сын едет в лагерь «Жемчужина России». Он едет туда не первый раз. Ему очень нравится и он очень рад. Сейчас скоро учебный год и он будет отдыхать, набираться новых сил для учебного года. Всем рекомендуем этот лагерь, очень хороший. Мы семья многодетная, у нас четверо детей. Поэтому для нас путевка бесплатная и нам очень это приятно. Мы довольны, что мы едем в лагерь, что это лето, море, иммунитет, здоровье и так далее. У меня дочь едет, уже второй раз мы едем. 60 детей отправляются в этот день в оздоровительный лагерь на три недели по бесплатным путевкам. Ребята, предчувствуя предстоящий отдых, радостно настроены. Все они с нетерпением ожидали этого дня. Были среди них и те, кто уже не раз бывал в популярной «Жемчужине России». Были и те, кто едет туда впервые. Я очень рада, что я первый раз еду в «Жемчужину России». И спасибо маме и папе. Я просто еду туда первый раз, мне хочется повидать очень много. И мне очень интересно, что там будет. Лагерь прекрасный, я еду туда уже третий раз. Там хорошая погода, море теплое, хорошее, чистое. И всегда там хорошие вожатые. Я там набираю сил, много друзей, которые у меня в школе. Дети-инвалиды и дети, один из родителей, которых является инвалидом, обеспечиваются путевками в первоочередном порядке. Дети из малообеспеченных и многодетных семей в преимущественном порядке. В августе отдохнут на море 90 юных славянцев. А всего в этом году, не считая августа, путевки на отдых получили уже 489 детей из нашего муниципалитета. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа «События». Продолжение следует. Предствую.